Удаленная от центра живописный и тихий район тоже нуждается в озеленении. С хорошим настроением в солнечный день горожане приехали в поселок Боково. С собой саженцы, сосен и берез, лейки, лопаты и ведра. Расширить легкие Иркутска – задача, которую перед собой поставили участники экоакции. В этом их поддержали общественники и администрация. Мы готовили этот проект на протяжении четырех месяцев. И мы считаем, что нужно обустраивать наш город. Мы готовили проект по обустройству Боковской протоки. Чтобы здесь были новые парки, новые развлечения для наших горожан. Идею студентов по созданию круглогодичного парка поддержала «Н-Плюс Групп». Компания уделяет большое внимание экологическим программам, основу которых заложил еще ее основатель Олег Дерипаска. Энергетики финансово помогли в реализации проекта, а также сотрудники компании поучаствовали в высадке деревьев. Экология и экономика идут рука об руку. И эти проекты реализуются постоянно. Он призван сокращать выбросы, сокращать углеродный след, сокращать выбросы парниковых газов, предотвращать выбросы, компенсировать их. И особенно отрадно, что сегодня много достаточно людей поддерживают эти программы. Не остался в стороне и мэр Руслан Болотов. Он вместе с участниками акции посадил деревья, поблагодарил всех за неравнодушие к родному городу. Глава Иркутска отметил, что всегда с радостью поддерживает все добрые инициативы горожан. Это очень важно, потому что, знаете, городу не хватает зелени сегодня. Наша задача, чтобы нашим детям достался зеленый город. И поэтому сегодня вот эти мероприятия, они проводятся с начала весны. И мы будем продолжать. Нам нужно изменить степень озеленения нашего города. Нам нужно изменить степень благоустройства нашего города. Кстати, пользуясь случаем, еще можно голосовать в комфортной городской среде. И это очень важно. Мы выбираем то, что будет реализовано в следующем году на территории тех районов, в которых мы с вами живем. В Боковской протоке сегодня появилось 360 новых полномерных саженцев деревьев. Число не случайное. Через несколько дней Иркутск отпразднует свое 360-летие. Ирина Белогривая, Мадина Халикова и Константин Синицын, АЭС-ТВ.